Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Алматы в студии Рашид Ильясов. И коротко о главном. Вот так выглядит консульство нашей страны. Наши корреспонденты побывали на избирательном участке со стопроцентной явкой. Кто из-за кого голосовал за рубежом? В стране утвердили новую программу льготного автокредитования. На каких условиях можно стать владельцем машины? А в Японии вместо авто офисные кресла. Я хотел создать что-то, чего никогда раньше не было. Необычное ралли с десятилетней историей прошло в Японии. Инаугурация избранного президента Казахстана состоится 12 июня. А вот дата парламентских выборов пока не определена. Об этом сказал сам Касым Жомар Токаев. Сегодня в аккорде он отвечал на вопросы журналистов. Моих коллег интересовала открытость выборов, судьба правительства, строительство АЭС, внешняя и внутренняя политика, митинги и блокировка интернета. Ответы были исчерпывающими. Ильзат Акчурин выслушал. По-дипломатически пунктуально пришел на встречу с журналистами новоизбранный президент. Касым Жомар Токаев был в приподнятом настроении и поблагодарил казахстанцев за поддержку на прошедших выборах. Об открытости которых тут же спросили коллеги. Глава государства сказал, что процесс голосования был открытым и прозрачным, в чем он не сомневается. А кандидатов назвал достойными оппонентами, которые заслуживают его уважения. Выразил мнение и о митингах, заявив, что любые шествия должны быть в рамках закона. А что делать с едва сформированным правительством, спросили мы и получили такой ответ. Согласно нашему законодательству оно не угодит подставку. Тем не менее точные кадровые назначения будут произведены. В том числе, как я и обещал, в состав правительства будут привлекаться новые лица, в том числе представители молодежи. В целом, что касается молодежи, я считаю, что нам нужно привлекать наиболее способные кадры. На пресс-конференции было немало иностранных репортеров. Коллеги из Москвы дважды спросили о будущем ЕАЭС и перспективах развития отношений с Россией. Хасим Жамар-Тукаев ответил сдержанно, отметив, что в экономическом союзе важна интеграция. То есть привлечение как можно больше заинтересованных стран. Ну а дружба между Казахстаном и Россией крепка, поэтому все стратегические договоренности будут исполняться. Зашла речь также о строительстве атомной электростанции. Этот проект будет обсуждаться с общественностью, сказал избранный президент. Ответил и на вопрос о блокировке интернета и свободе слова. Я сам активный пользователь социальных сетей, персонально, лично веду свою страничку в твит. Поэтому, откровенно говоря, я не совсем был в курсе, что социальные сети блокировались. Но, конечно же, правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение. Но при том понимании, что социальные сети все же не должны использоваться в деструктивных целях. Спросили Касым Жумар Тукаева и о будущем казахстанской экономики, борьбе с коррупцией, новых вызовах, статусе журналистов и передаче власти. Президент отметил, что не любит, когда, говорят, победил на выборах и транзит власти. Отметив, что будет заниматься продолжением курса Ельбасы. Я же поинтересовался у президента, как же быть казахстанцем с маленькими зарплатами, безработицей и жильем. На что Касым Жумар Тукаев пообещал, что все социальные обязательства перед населением будут выполнены. Я не случайно сказал о справедливой социальной политике. Они будут решаться. Здесь очень такой деликатный и сложный баланс подходов. С одной стороны, мы, конечно же, должны направлять деньги, финансы на развитие Казахстана. Мы не можем поступающие доходы в бюджет просто раздавать, 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 раздавать. Порождая тем самым соответствующие настроения среди людей. Мы должны создавать обстановку труда. На второй мой вопрос об инаугурации ответил, что она пройдет после завтра, 12 июня. Пообещав, что впредь такие встречи с журналистами будут носить традиционный характер. Елизавета Акчурин, Жгер Бабаканов, телеканал Алматы, Нур Султан. Штраф грозит нескольким членам избирательной комиссии в Казалаарде за незаконную раздачу бюллетеней в день голосования. По факту уже проводится проверка. Об этом сообщили в Центре избиркоме. Выяснилось, что на одном из участков сотрудники выдали по пять листов для голосования 11 избирателям. Факты установлены и доказаны прокуратурой. Всего же в ЦИК поступило 16 жалоб о нарушениях, в том числе и касающихся подброса бюллетеней в урны. Однако эти обращения не касаются подсчета голосов. Ни одного обращения, связанного с подсчетом голосов на данный момент в Центральную избирательную комиссию, в территориальную избирательную комиссию по нашей информации. Но центрально это точно. Вот территориально, вы знаете, мы получаем информацию. Не было. Показатель политического сознания и культуры казахстанцев так о высокой явке, высказались общественные деятели и политологи. Наибольшее число голосов Касын-Жумар-Токаев получил от избирателей Алматинской области, наименьшее в Мангастаусской. По мнению общественников, избранный президент должен учесть имеющиеся в регионах проблемы и приложить все силы к их решению. Многие отметили возросший политический уровень культуры нашего населения, политическое сознание, политическое воспитание, скажем, и так далее. Это говорит о том, что казахстанское общество выросло. Это выборы показали не просто экзаменов, для кандидатов, экзамены и для народа, и для избирателей. Я думаю, с этим экзаменом с честью справились и кандидаты, и сами избиратели. Поэтому в предстоящий период только одна задача – всем объединиться, решать дальше, потому что перед страной стоят большие проблемы, немало задач стоят, так мы должны двигаться вперед. Теперь предстоит большая работа по проведению работы для решения тех программных задач, о которых озвучил кандидат. Я считаю, что самое важное настало время проведения политических реформ, налаживания диалога Института гражданского общества, большое привлечение экспертов, чтобы государство процветало. Каждый член общества должен быть заинтересован в его процветании, и его личное участие в этом процессе. О высоком профессионализме Касымжу Марта Тукаева высказались его бывшие коллеги. Они убеждены, ответственность Тукаева позволит реализовать все озвученные предложения из предвыборной программы. Высокий профессионализм, эрудиция, поистине энциклопедические знания, ответственность, интеллектуальность, видение мирового развития в наше непростое время стремительных перемен, условия глобализации. Этому способствовала и его деятельность на посту заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций и руководителя отделения ООН в Женеве. На избирательном участке со стопроцентной явкой побывала Алтеншар Смогулова. Моя коллега преодолела больше 5,5 тысяч километров, чтобы познакомиться с самыми дисциплинированными избирателями. Это казахстанцы, находящиеся в Турции. Далее репортаж из Стамбула. Вот так выглядит консульство нашей страны в Стамбуле. Здесь, собственно, и был организован 255-й избирательный участок, куда казахстанцы, находящиеся в этом многомиллионном городе на учебе, по работе или же просто на отдыхе, могли прийти и проголосовать. Консульство в Стамбуле – это небольшой островок нашей страны в Турции. Наш небесный голубой стяг, шары в цветах флага и, конечно же, звучание гимна. Всё это создаёт непередаваемую атмосферу уюта, в которой так нуждаешься, находясь в нескольких тысячах километрах от Родины. Голосование в избирательном участке Стамбула стартовало ровно в 7 утра. И тут же потянулись первые избиратели. Целая семья из Шимкента. Прибыли они в Турцию буквально в воскресенье. И первым делом отправились вовсе не осматривать достопримечательности, а именно сюда, на голосование. Я думаю, что каждый гражданин Казахстана должен внести свой вклад в эти выборы. Поэтому мы первым делом сюда приехали, чтобы проголосовать за наш Казахстан. Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле расположено в одном из туристических районов. Добраться сюда можно на любом виде транспорта. Однако удобство не только в местоположении. Дипломаты постарались провести процедуру голосования на высшем уровне. Полицейские обеспечивали безопасность, а угощения и подарки придавали настроение. С утра явка очень высокая. Подготавливались мы на высшем уровне. И также наши граждане за будущего нашего президента, как патриоты нашей страны, проявляют свое участие за стабильность, за мир, за единство в нашей стране. После первых проголосовавших в 7 утра потянулась вереница казахстанцев. У дверей консульства даже образовалась очередь. Кто-то приехал с дороги, кто-то прямо перед отъездом. Много было и студентов. Сейчас, как вы знаете, сезон отпусков, поэтому я не исключение. Тоже приехала отдохнуть. И для меня это большой важный шаг. Я не могу пропустить выборы. Когда я училась в Англии, я тоже как раз голосовала, выбирала нашего президента. Я считаю, что каждый не должен оставаться в стороне, должен обязательно голосовать. Поэтому и сегодня, несмотря на то, что у меня рейс, я посчитала своим долгом обязательно прийти в наше консульство и проголосовать. Для нас очень важно, чтобы в нашей стране, в Казахстане, всегда было мирное небо над головой и процветающее будущее. Путешествия, ты понимаешь, что самое главное – это мир. Поэтому пришла сделать так, чтобы в конечном итоге мой маленький голос все-таки был лептой в стабильность нашей страны. Явка в Стамбуле была стопроцентной. Все голоса подсчитаны и отправлены в Казахстан. Избирательные участки также были организованы в Анталии и Анкаре. Специальные передвижные ящики установили в Бурсе и Измире. В Турции официально зарегистрированы свыше 1400 наших соотечественников. Алтан, Казахстан! Алтаншаш Смогулова, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы. Иностранные наблюдатели остались довольны выборами в Казахстане, а некоторые моменты их даже удивили. К примеру, голосующая молодежь и атмосфера на избирательных участках. Их впечатлило то, что многие приходили на выборы как на праздник целыми семьями. Мои коллеги о вердикте зарубежных гостей. Несмотря на долгий перелет через океан и разницу во времени, американец Ричард Вайтс следил за выборами с 7 утра. В качестве наблюдателя он приезжает в Казахстан уже в пятый раз. Говорит, первое, что удивило, активно голосующая молодежь. А во-вторых, количество наблюдателей. США, по его словам, не особо заботятся о чистоте выборов. Так, сколько у вас много наблюдателей, и местных даже, независимые организации, местные, и иностранные наблюдатели. В Америке, когда я голосую, я никогда не видел наблюдателей, особенно иностранных наблюдателей. И то, что этот процесс открыт, и для меня, это хороший знак. Его коллеги посетили 61 избирательный участок в нескольких регионах страны. Практически на стольких участках побывала одна из самых внушительных делегаций. Это миссия стран СНГ. Голосование, говорят наблюдатели, прошло прозрачно и без нарушений. Были лишь небольшие замечания. Те незначительные замечания, которые возникают во время выборов, ну, например, мы были свидетелями, как обращались наблюдатели на некоторых участковых комиссиях к председателю комиссии, они сразу тут же эти конфликты, мелкие конфликты разрешались. Их даже нельзя назвать конфликтами. Ну, например, на одном из участков наблюдатель плохо видел весь состав комиссии, обратился к председателю, председатель тут же ему предоставил новое место, где он мог спокойно обозревать, что делают члены комиссии. На многих участках мы наблюдали, что даже очереди стояли, чтобы проголосовать. Это очень радует. Много присутствовало, особенно молодежи. Не видел каких-то нарушений. Доброжелательно. Комиссии работают доброжелательно и уверенно. Ну, и на все поставленные, которые нам были вопросы, мы получили сразу ответ. Хорошую посещаемость отметили и наблюдатели из Китая. Добровольцы из соседней страны сошлись во мнении, что выборы прошли открыто и свободно. А обстановка на избирательных участках запомнилась им спокойной и стабильной. Миссия наблюдателей от Китая полагает, что выборы прошли и соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан, соответствуют общепризнанным нормам и принципам международного права. Весь избирательный процесс проходит в эффективной, спокойной обстановке нарушения. В общем, представители 41 страны и 9 международных организаций остались довольны процессом. За выборами следили более тысячи наблюдателей. Рамина Макаримова, Валерий Таупалдиев, телеканал «Алматы». О прозрачности и открытости голосования говорят и наблюдатели от гражданской платформы «Аманат». Они охватили все избирательные участки в Алматы. Наблюдатели отметили и высокую активность населения. С момента открытия на избирательных участках было многолюдно. Я даже могу показать, что у нас ежесекундный меняется мониторинг в случае нарушений. Основное сообщение, которое приходит, это, что все нормально, все спокойно, все с соблюдением закона. Очень большая активность. Особенно взрослые люди, с 7 утра в некоторых избирательных участках в очереди образовались. Аманатовцы высоко оценили и оснащенность избирательных участков. На каждом из них создали условия для колясочников, а также людей с нарушениями слуха и зрения. О кандидатах подробнее голосующие могли узнать из презентационных видеороликов. Выборы проходят в штатном режиме, никаких нарушений я не заметила. Но люди идут очень хорошо, с детьми, со всеми. И кто-то не смог прийти, допустим, сразу же, к ним ездили домой с урнами. С 8 утра народ подходит, настроение хорошего людей, все посещают. Тут есть и молодые, и взрослые, и инвалиды среди них. Для инвалидов специально есть татарные дорожки. Специальные места, где отведены кабинки, которые должны посещать нашу инвалиду. Независимо от их инвалидности. Все условия сделаны. Инвестиции госпрограммы активизируют рынок строительства жилья. Только за 4 месяца по всей стране построили рекордное количество домов – 13 тысяч. На их возведение потратили 322 миллиарда тенге. С ростом сумм поднимается и больше многоэтажек. Два года назад, к примеру, капитала было в полтора раза меньше. Соответственно, и новоселов тоже. Если рассчитывать по квадратуре, выходит, с января по апрель 2019-го жилыми стали 3,5 миллиона квадратных метров. Спрос на первичную недвижимость растет с каждым годом. Эксперты считают, покупка апартаментов в новостройках стала доступнее. На конец апреля сумма ипотечных кредитов выросла на 25%. Сейчас казахстанцы выплачивают банкам почти полтора триллиона тенге. Только по программе «Сим-20-25» новоселами стали 8 тысяч семей. Статистику подготовили коллеги с портала «Рэнкинг Киезет». Новую программу льготного автокредитования утвердили в Нацбанке. В документе прописали параметры выдачи займов. Желающие могут купить в кредит только казахстанской сборки не дороже 15 миллионов тенге. Банки будут выдавать деньги на срок не больше 7 лет. Годовая номинальная ставка вознаграждения прежняя не более 4%, а эффективная не должна превышать 7,5%. Покупатели также должны будут оплатить расходы по страхованию и оформлению машин в залог. В прошлом году льготным кредитованием воспользовались 92,5 тысячи казахстанцев. Они приобрели авто на 222 миллиарда тенге. Спрос на легковушки, говорят эксперты, только растет сейчас. По дорогам ездят почти 4 миллиона машин этой категории. Систему электронной сертификации для производителей планируют запустить в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Специалисты уверены, что она поможет снизить количество фальсифицированных товаров на прилавках. К примеру, молочной продукции, которая не содержит ни капли молока или колбасы с минимальным содержанием мяса. Цифровая же система позволит отслеживать, где и из чего сделан готовый продукт, а для предприятия это возможность не тратить лишнее время и нервы на бумажную волокиту. Однако у бизнесменов есть нарекания к органу по аккредитации. Несмотря на то, что наш национальный орган по аккредитации является членом авторитетных международных организаций, на практике бизнес сталкивается с проблемами, связанными с признанием сертификатов во взаимной торговле. В новом законопроекте было бы желательно предусмотреть какие-то механизмы или стимулы, инструменты для того, чтобы наши органы по подтверждению соответствия, наши испытательные лаборатории развивались. В завершении выпуска о событиях в мире гонки на офисных стульях устроили в Японии. Забавные состязания стали уже традицией. Первое место в ралли на стульях завоевала команда из Киото. Она же была победительницей в прошлом году. Международный дайджест далее. Офисные кресла годятся и для таких забавных гонок. Ралли на стульях проходят в Японии уже 10 лет. Их придумал Цуйоси Тахара, а вдохновили его автогонки на выносливость. «Когда у меня было много фантазий и творческих идей. В итоге я придумал гонку, которую можно проводить на улице. В течение двух часов соревнуются команды из трёх человек. Я хотел создать что-то, чего никогда раньше не было». С виду забавные гонки на самом деле довольно изнурительные. Но участников много – 55 команд. Наградой за победу стали почётная грамота и 90 килограммов риса местного производства. «Мы команда отцов, чьи дети ходят в одну начальную школу. Мы участвовали в гонке в прошлом году, поэтому решили снова попробовать». «Очень много людей воодушевляли нас каждый раз, когда мы проезжали мимо и заворачивали за угол. Нас это растрогало. Они наши поклонники и наша поддержка». Британцы тем временем развлекаются в воздухе. 46 ярких аэростатов поднялись в небо над Лондоном. Здесь стартовала ежегодная воздушная регата «Лорда мэра». Первым по традиции взмыл вверх его аэростат. За ним поднялись шары крупных городских компаний. Это событие благотворительное. Все пожертвования пойдут на помощь различным некоммерческим фондам. Благодаря воздушной регате уже удалось собрать более 280 тысяч евро. Тем временем бельгийский зоопарк Пайридайза уже второй раз в этом году празднует рождение слонёнка. Сейчас слоновья семья пополнилась самочкой. Мама – 16-летняя Фарина, а папа – 18-летний Почин. Смотритель зоопарка говорит, что роды прошли быстро и благополучно. «Фарина – очень опытная мама. Она замечательная. И у неё всё хорошо. Всё стадо вместе. В родах участвовала вся семья. Рядом были все слоны, начиная от молодёжи и заканчивая бабушкой». Новорождённая самочка оказалась крепким слонёнком. «Она очень сильная. Быстро поднялась на ноги и уже начала сосать молоко. Так что она старается сразу найти своё место в мире». Зоопарк Пайридайза участвует в европейской программе разведения исчезающих видов животных. В его стенах рождается уже четвёртый слонёнок. Специалисты зоосады надеются, что когда-нибудь их питомцы будут жить в лесах Юго-Восточной Азии. Рамина Макаримова, телеканал Алматы. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова